В Барнауле сегодня стартовало главное культурное событие лета. Первым мероприятием в рамках Шукшинских дней на Алтае стала традиционная встреча возле памятника Василию Макарычу в краевой столице. Гостей приветствовал в Рио-губернатора Виктор Томенко. Я вас приглашаю всех постараться найти возможность там побывать. Ну, а всех сегодня собравшихся, всех, кто готовил фестиваль, всех, кто в нем участвует, все, кто радуется его проведению, всех хочу еще раз искренне поздравить с открытием фестиваля. Спасибо вам. Программа мероприятий, как всегда, насыщенная. Все дни будут наполнены встречами, выступлениями, дискуссиями, выставками, спектаклями, показами новых фильмов. В этом году кинофестивалю исполняется 20 лет. В основную конкурсную программу вошло 10 фильмов. Всего заявок поступило более 80 из 15 городов России. Показы основной конкурсной программы пройдут с 24 по 28 июля в Варнаульских кинотеатрах «Пионеры премьера», а также в «Поспельхе», «Колунде», «Благовещенке», «Змеиногорске» и «Камни на обид». Кроме того, почти во всех городах края состоятся встречи с писателями и пройдут спектакли. Например, актер Федор Добронравов исполнит сразу 9 ролей в спектакле «Чудики». Почетными гостями фестиваля в этом году также стали кинорежиссер Виктор Мережко, польский писатель Януш Вежневский, актер Аркадий Инин. Многие из них приезжают на Алтайне впервые и с особым теплом говорят об этих местах. Честно говоря, я так ждал этого визита сюда. Думаю, Господи, приду, поклонюсь и Василию Макаровичу, и вам. Вот смотрите, сколько у вас здесь собралось. Вас же никто не заставлял, правда, нет же? Вы сами пришли. Молодцы какие, а! Завершится Шукшинский кинофестиваль традиционно на родине Василия Макаровича в селе Сростки. А главным подарком в этом году станет концерт певицы Пелагеи на горе Пикет. Спасибо.